Одесситы знают его как известного в городе журналиста, писателя, ресторатора и сомелье. Игорь Терехин был всесторонне образованным человеком, профессионалом, добрым другом, любящим мужем и отцом. В первые дни войны Игорь ушел добровольцем на фронт и погиб. Его машина подорвалась на противотанковой мине. Без отца остался 11-летний сын Тима. Трагическая история еще одного героя Украины. Далее. Многогранный и неугомонный, с миллионом воплощенных в жизнь идей. Таким запомнила своего лучшего друга Ольга Александрова. Игорь – это океан, это такой глубокий океан. Он работал в компании пиар-менеджером и шеф-сомелье. Попробовал себя в бизнесе. Он был ресторатором. У него был маленький ресторанчик и фудкорты. У него было очень много идей. Он был писателем, писал непубличные вещи. Я читала некоторые из них. Некоторые он публиковал в своем фейсбуке. Решение Игоря отправиться на фронт удивило Ольгу, поскольку у мужчины не было военного опыта. Первые четыре месяца мы с Игорем были ежедневно на связи. Я была шокирована его поступком, его желанием пойти в терраборону. Я даже кричала, не надо этого делать, ты не готов. Спрашивала, почему ты это делаешь. Ты не профессионал, ты не был в армии, ты не знаешь, что такое дискомфортное условие. А он отвечал, а у меня есть выбор, есть какие-то варианты? Или мне ехать на границу и убегать? Какие у меня варианты? У меня только один вариант, я должен идти. Несколько месяцев Игорь пробыл в террабороне, а затем вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В составе 126-й отдельной бригады защищал страну на херсонском направлении. Получил звание младшего лейтенанта. Ольга вспоминает, с каждым днем Игорь становился все более закрытым. Реже выходил на связь. Я понимала, что угроза растет каждый день. Каждый день мы переписывались. Ты как? Норм. Ты как? Норм. И так каждый день. А потом он попросил меня, не надо каждый день, давай хотя бы каждую неделю, потому что я устал всем отвечать. Все меня дергают. Я устал. Последний месяц он был уставший и грустный. Я понимала, что это нехорошо. А потом он сказал, что его часть переводят под Херсон. И у него было такое настроение, которое оправдалось. О последнем дне жизни Игоря известно только то, что его экипаж уехал на задание в Херсон. По неизвестным причинам, мужчина высадил своих побратимов раньше, а дальше поехал один. За час до своей гибели Игорь написал в своем фейсбуке. Прокричался в поле. После этого связь с ним пропала. Мне стало так больно. Я подумала, да не кричи ты на это поле, не кричи, чтобы не ответила. И потом он остался в этом поле. Его автомобиль подорвался на противотанковой мине. Все начали его искать. Позже еще два автомобиля подорвались на том же месте. А потом нашли его автомобиль и поняли, что шансов нет. В конце января Игоря Терехина с почестями похоронили в Одессе. У мужчины остались жена и 11-летний сын Тима. Смотреть на Тима невозможно. Отец для него был всем. Он был для него героем, который пошел на войну. Прощание сына с отцом выглядело очень грустно. Сейчас иногда я спрашиваю супругу Игоря, как ты? И слышу один ответ. Это пустота, Оля. Это просто пустота. Цена, которую мы заплатили за нашу свободу, слишком высока. Да, оккупанты будут стоять на коленях. Все это вернется им семикратно. Но нам уже никто не вернет наших близких людей, великих талантов, которые каждый день уходят. За месяц до своей гибели Игорь Терехин написал свое последнее стихотворение, которое успел надиктовать на телефон усталым и грустным голосом. Ты ведь тоже заметил, что вся твоя жизнь помещается в штурмовой рюкзак? А самым желанным на свете вопросом стал, да более банальный, но ты как? А что каждое утро на завтрак сигаретный дым натощак? Просыпайтесь, над нами дроны. Спи, сегодня звездное небо, дурак. Нам ведь все это просто снится, как бы не так. Собираемся, а тебе бы осколки воли собрать в кулак. Абонент временно недоступен. Пожалуйста, подай хоть какой-то знак.